Это рассказ о кошке, но не домашней, а дикой. Фото дикой рыси стало настоящей легендой, ведь фотограф запечатлел животное, которое устроилось на верхушке огромного кактуса. Как оказалось, у этого снимка драматическая предыстория. Как оказалось, все началось с того, что пума решила начать охоту на рысь. Оба животных являются дальними родственниками, но на этот раз пума решила не обращать внимания на эту связь. Когда пума напала на рысь, то и оставалось только одно – бегство. Рысь убегала, но силы заканчивались и ей требовалось укрытие. В аризонской пустыне скрыться особо некуда, но тут на пути животного попался огромный кактус. Без раздумий рысь запрыгнула на него и взобралась на самую верхушку. Более крупная и тяжелая пума повторить маневры и взобраться на высоту в 15 метров просто не могла. Какое-то время хищница походила вокруг кактуса, а затем отправилась на поиски новой добычи. Рысь решила еще немного посидеть наверху, чтобы убедиться, что опасность миновала. Об этой ситуации узнали жители расположенного поблизости городка. Курт Фонген, любитель дикой природы, отправился на место и сделал уникальный снимок рыси, усевшейся на кактус. Когда люди разошлись, рысь спустилась и убежала. Курт позже вернулся, чтобы осмотреть кактус. Мужчина не нашел никаких следов того, что взбираясь по кактусу рысь травмировалась. Кактус также не пострадал, поскольку за повреждение кактусов этого вида в Аризоне предусмотрено тюремное заключение до 25 лет. Курт шутит, что рысье удалось избежать ареста. Кактусы сарга, именно на такой залезло животное, тяжело выращивать. Прорастает лишь одна семечка из тысячи, а для достижения 15 метров растению требуется не меньше трех сотен лет.